Мы говорим об апостолах, что апостолы это люди, которые наделены и посланы для определенной миссии. И свое апостольство Павел доказывает Писанием. Особенно интересно, давайте посмотрим, что он пишет 2 Кориффе, 11 глава. Начинает с того, как бы я, 11 глава, 17 стих. Что скажу, то скажу. Не в Господе. То есть, 17 стих. Что скажу, то скажу. Не буду говорить в Господе. Буду говорить по плоти. Но как бы в неразумии, при такой отважности, на похвалу. Павел выходит из себя, говорит, если все хвалятся своим апостольством, то и я хочу сказать отличие моего апостольства. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы, люди разумных, охотно принимаете неразумных. Он говорит, вы принимаете людей, как они приходят. Вы терпите, когда кто из вас порабощает, когда кто-то объедает, когда кто-то обирает, когда кто-то превозносится, когда кто-то бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у вас недоставалось сил. А если кто имеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумии своему. Я, типа больше, я буду хвалиться сейчас. Они евреи, и я, израильтяне, мало того, что это самое, может быть, евреи, но еще и израильтяне, и я, семья Варамова, и я. И дальше. Христовы служители, безумие говорю, я больше. Гораздо более был в трудах. И он начинает перечислять позицию своего апостольства. Здесь вот люди говорят, что апостолы, это была функция простых людей, не имели ни власти, ни влияния, то здесь Павел говорит, извините секундочку, они апостолы, и я говорю, что я больше. Они служители. Я больше, гораздо более был в трудах. Безмерно в ранах, более в темницах. Многократно при смерти. Иван для подсветания. Харизматическое служение. Вера, провозглашение, действия. Кинс, капитал и все остальное, да? От Иудеев пять раз давно мне было по сорока ударов без одного. Открываю. За что его били? Это у нас в Таразаконе. Нет, пять раз он получил хорошо. Я вам покажу, как его били. Таразаконе 25 глава, начиная с первого стиха. Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Право пусть оправдают. Право пусть оправдают, а виновного осудят. Представляете, что Павел переживал. Его захватили, осудили. Не просто тогда, как мы несколько раз читали, что его осуждали. Потому что побывать, ну, бить, бичевать. Нужно было наказать. Это нужно за что-то было. И Шуа тоже наказывали. Помните, да? Это пять раз. Если виновен достоин будет побоев, то пусть судья прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его и по счету. Сорок ударов можно дать ему, а не более, чтобы он, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен перед глазами твоими. Пересовестно. Но без одного удара. Второзаконие 25 глава. Интересно, что он говорит по израильским всем делам. Он получал. А эти люди говорят, что он пытался отрезать иудейство или отделить Христа от иудейства. А получал как еврей. По мере нормально. Но когда его хотели осудить как евреи, я говорю, подожди секунду, ты меня бьешь за что? Я гражданин Рима. Требую суда Кесарева. Но здесь он начинает говорить следующее. Три раза меня били палками. Однажды камнями побивали. Три раза терпел калибр крушения. Ночью день провел в глубине морской. Сутки поплавал. Хорошо. Много раз был в путешествиях. Ну, как нормально. Люди сегодня путешествуют тоже. В опасностях на реках. По речке спускался человек. А может, крокодилы там какие-то были. Я не знаю. В опасностях на реках. В опасности от разбойников. Его грабили, оказывается. Или нет? Да? У кого какие-нибудь деньги пропадали у вас? Грабили вас? Да? Ну, это не похоже на Евангелие процветания. Правда? Если у нас что-то пропадает, связывают этих бесов. Что такое? Значит, это неправильно. О, это норма. Подождите. Это признаки моего апостольства. Другими словами, если вас еще грабят, бьют и все остальное, и еще вы верующие, это признаки вашего апостольства. Или нет? Или они правы? В опасностях от единоплеменников. Тот от евреев был в опасностях. В опасностях от язычников. Подождите секунду. Он же был апостол язычников. Что же ему еще там не хватало? Ну, понятно, что и там ему ухождали. Особенно в Ефесе. Помните, как бунт подняли? Вот эти всемирные возмутители и пришли сюда. Испугались. И пришло покаяние. В опасностях в городе. Наверное, автобусом чуть не задавили. В маршрутке поехал. И понял, что там делать нечего. Если в опасности в городе, у нас в городе всегда в опасности. Приходишь на привоз, и там все опасно. Опасно что-нибудь кушать, пробовать. В опасностях пустыни. В опасностях на море. Вроде бы уже кораблекрушение уже было. Но что-то еще с морем связано. Наверное, неудачно рыбу ловил. В опасностях между лжебратьями. Доставалось, пришлось что-то там делать. Разгонять их. В труде, в изнурении. Часто в бдении. То есть, наверное, в этот самый каталаж какой-то. Как там еще называется? Нет, нет, нет. В обезьянник где-то. В карцер. В карцер, наверное, в Сталин. И там бдение. На шухере стоять. Новая питанция. Стой на шухере, Павел. Мы здесь делаем апостольский сходняк. Смотри. Чтобы лжебратья нас не разогнали. И так и день, и ночь, и три дня простоял. Нет, ну, бдение, наверное, в каком-то состоянии, где он не мог ни прилечь, ни присесть, ни заснуть. То есть, это серьезно. Часто бдение. Ну, как бы, может быть, это пост молитвы, где он считал, что нужно всю ночь промолиться, как Ешуа помолился, и день служить. Наверное, это и есть слово бдение. В голоде человек был голодный. Другие можно сказать, он постился. В жажде. Часто в посте. То есть, из-за того, что голодать нужно было, или не было кушать, но уже ходил в пост. Нет, наверное, это было совсем другое состояние. На стуже и в ноготе. Ой, что-то такое страшное с ним происходило. Кроме постоянных приключений, у меня ежедневное стечение людей. Гостеприимство, помните? Забота о всех церквах. Секундочку. Он еще и управлял, то есть, ходил, посещал, наставлял. А здесь говорят, что не надо. Это только всего лишь простой человек, которому не имеет ни власти, ни влияния, ни вида, ни величия. Просто взяли, написали письмо, иди занеси. Нет, в них просто неправильно это самое. Мобильная связь у них есть. Они просто послали кого-то, и донеси, передай, что я сказал. Ты пошел, иди сюда теперь. Это вот апостолы, которые не знали, что делать. Не имели ни власти, ничего. Послали и пошел. Дальше. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто, соблазняясь, за кого бы я не воспламенялся? То есть, соблазняясь, где человек падал от соблазна, и он загорался, чтобы его поднять. Ничего страшного, Господь силен. Поднимайся, пошли на молитву, пошли заслужить. Будь уверен, что Господь тебя поднимет. Он зажигался этим. Я думаю, что это правильная позиция. Кто, если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. И вот это вот, он говорит, это все есть признаки моего апостольства. Поэтому мы понимаем, что нам нужны такие люди. Не вот такие, как здесь написано, что они не занимали какого-то особого положения, не имели ни власти, ни влияния. Наоборот, нам нужны люди, которые бы, как Павел говорит, что через все эти трудности, пройдя и в изобилии, и в негоде, и в опасностях, это показывает то, что на этого человека можно положиться, у него можно услышать, и он может тебе сказать, что он прошел, и он может сказать, как он прошел, и он может наставить тебя, и тебя, как бы сказать, зажечь, чтобы ты опять горел для славы Божьей. И это апостол. И он говорит, забота о многих церквях. Это человек, который ездит в общину церкви и наставляет, и ущевает, и их растит. Это является апостолом. Пророки, да? Там следующая позиция. Пророки. Пророки. Кто такой пророк? Глашатай, да? Это глашатай, которая возвещает весть от Господа, правда? Либо он чувствует будущее, какое-то может быть и предупреждаемое Богом, да? Деяния апостола 11 глава, 28 стих. И один из них по имени Агав став предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при Кесаре Клавдии. Вау! Это 11 глава. А Деяния апостола 21 глава. На другой день Павел и мы, бывшие с ним, вышедшие, пришли в Кесаре и вшедшие в дом Филиппа, благовестенника, то есть это Филипп, евангелиста, одного из семи дьяконов остались у него. У него были четыре дочери, девицы, пророчествующие. И там говорится, что они во время молитвы, это 21 глава, 8-9 стих, извините, пожалуйста. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудея некогда пророк именем Агав. Опять пришел сюда. Там уже возвещал о том, что будет голод, а здесь начинает. И вошел к нам, взял пояс Павлов, и втязав себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святой, может, через этот пояс так свяжут в Иерусалиме иудеи и придут в руки язычников. Вау! Сегодня, конечно же, эти были бы интересные вещи. Я верю, что Бог дает для общины дары пророчествующие. Мы все должны стремиться к этому дару. Об этом говорит Кориффина, 14 глава. Мы должны стремиться к этому, чтобы слышать голос Божий, чтобы помочь людям быть в деле. Но если вы увидите пророков, они не пророки судилища, а пророки, которые подготавливали общину, созидали общину, действию. До действительности какие-то должны быть приготовления. И вы должны понимать эти вещи очень серьезно. что нам нужны пророки в общине. И если у вас вы чувствуете дар, вы должны его взращивать за дар, стремиться к этому. В общине происходит назидание, увещевание и утешение. Это функция пророка. Назидание, увещевание и утешение. Мне всегда напрягали пророки, которые пророчествовали судебные какие-то, ну, смуту какую-то. Но пророческое слово должно быть назидающим и утешающим. Вы скажете, какое утешение вот то, что свяжут вот так вот в Иерусалиме и отдадут язычникам. Какое утешение в этом? Это же тут сложно. И, конечно, реакция общины той. Сказали, Павел, не ходи, не ходи в Иерусалим. Он говорит, друзья, о чем это? Он говорит, я с радостью готов пострадать за имя Господня. Понимаете, да? Но смотрите, пророчество, которое сдал Агаф, оно не было. В Иерусалиме тебя свяжут, передадут тебя язычникам, привезут тебя в Рим и там тебе отрежут голову. Абсолютно нет. Если будете внимательно читать, что в действительности Павел идет туда и делает обрядность, если вы посмотрите, обрядность, он пришел в обрядность, иудейскую обрядность, после чего его схватили для того, чтобы казнить. Но он не сидел и думал, окей, пророчество было, что меня схватят и придут язычникам. Язычников нет. Мне сейчас должны лишить, как бы сказать, жизни. И евреи там некоторые задумали, чтобы его даже убить. Помните, да? И все, чтобы он не вышел. И он там свидетельствует, и что возможно. Но у него приходит эта идея, и думаешь, от Господа. Он говорит, почему ты меня ударил? Без следствия, ты хочешь меня просто отпустить? И он говорит, да? Он говорит, по секундочку, не пойдет. Требую сюда кесарево. Ну там же не было порочески сказано. Но он ищет в себе цель высшую, чтобы свидетельствовать о Божьих делах. Мало того, он, находясь в Риме, два года под стражей, домашним арестом, писал послание, которое у нас сегодня мы читаем. Два года. Поэтому был Божий план. И нам нужно, это было к тому, чтобы назидательно было. Утешение. Утешение в том, чтобы попасть в руки язычников. Утешение в том, что Павел уже знал, что он будет делать. Что он будет проповедовать Евангелие. Итак, это должно служить. Как пророчество действует в общине? Кто помнит? 1 Кориффина 14 глава. 1 Кориффина 14 глава. Начнем. 24 стих. Когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится. Что я здесь имею в виду? Как может быть все пророчествовать? Я думаю, что мое личное мнение тогда человек может быть обличаем и внутри судить его, что-то может ссорить, да? По причине того, что он попал среди верующих людей, которые благочестивы. И Дух Святой присутствует на этом месте. Потому что только Дух Святой обличает человека о том, о правде, о суде и что там еще? О грехе. О грехе, правде и суде. И Дух Святой это делает. Когда человек приходит, не знающий, либо неверующий, он обличается всем, потому что все наполнены Духом Святым и благоразумно судят. То есть, чтобы было чинно и прекрасно. в этой книге, да, они говорят, что оно может быть хаотично. Как будет? Не надо никаких форм, не нужно какие-то особенности. Как вот будет, так и будет. Но здесь все по-другому. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет, ниц поклонится Богу и скажет, истинно с вами Богу. Дух Святой наполнен, видя присутствие Божье, либо исцеление, либо еще движение Дух Святого, которое обличаемо его, и он, тайны сердца его откроются. Что в тайне его сердца? Скрытый грех. Он откроется. То есть, он поймет, что это грех так поступать. И что нужно изменить свою жизнь. И он покается и скажет, во Иисус, славе Богу. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть языки, есть откровение, есть истолкование, все это будет назидание. И 29 стих. А пророки пусть говорят двое или трое. Секундочку. Только что говорили все. Пророчествуют, да? Но это пророчествующие все отличаются от двух и трех. Фактически состояние общины и людей в собрании высказывает, что Божье присутствие, пророческое действие в Святом Духе. И оно наполняет человека. И он готов покаяться. Текут слезы. И он обличается. И присутствие Бога переживает. Это пророческое действие. Это лично мое мнение. Еще раз говорю. Это то, что я замечаю и замечал раньше. Что люди, неверующие, приходят в общину, трудности, переживания. Вдруг во время пославления, поклонения, люди наполнят Духом Святым. И смотришь, они сядут и говорят, как хорошо у вас. Бог милостивый. И говорит, я хочу покаяться, я хочу принять Иисуса. Что сделано было? Вся община. Все действовали были в едином Духе. Но потом, пускай пророки говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих, поэтому видим, что вообще не сидели люди на стульях, будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете порочить, чтобы всем поучаться и всем получить утешение. Зачем нужно пророчество? Чтобы получить утешение. А то пророки приходят и думаешь, как отсюда выбежать поскорее, чтобы податься от момента. Какое утешение? То есть, другие слова, есть обличение пороческое, но в конце, когда идет пророческое движение, должно быть утешение, чтобы человек вышел и почувствовал, что Бог его любит. Несмотря на ситуации, которые происходят в его жизни, Бог его любит. Павел, уходя оттуда, он был утешен одной мыслью, что он будет в руках язычника и усмотно поведать Евангелие. Очень моменты серьезные. У нас есть полчаса, наберитесь терпения. Окей? Что такое у вас секундочку. Позиция евангелиста. Все мы должны быть как бы благовестниками. Правда? Благовестники все. Но есть тот человек, который имеет особенный дар донести Евангелие или же благую весть к людям через личное свидетельство и проповедь. Мы все должны это делать. Мы все должны боговестовать. Но евангелисты, они также еще и служат в позиции вспомогательной, диаконской позиции. Это служители алтарного служения. не имеется алтарь, который просто в церкви-то. А место, когда вызываются люди на покаяние, евангелист может выйти и ему показать Евангелие, и что Бог сделал через жертву Мессии Иешуа, привести его к покаянию. Душевопечительство это тоже дар евангелиста. И И я верю, что этому может этому дару может быть научен каждый человек в общине. Доступно. Филипп, один из дьяконов апостольской общины, то есть первой общины, он в конце стал евангелистом. Деяние апостола 9-го, 8-я глава и 21-й 8-й стих. Деяние 8 и Деяние 21-8. И говорится, что Филипп уже был евангелистом. А Деяние 6 его выбирали в этот стать один из дьяконов. Жатва она уже готова. Поэтому каждый может быть этим человеком евангелистом. Не только стать на улице кричать последнее время, последнее время, все покаетесь. Люди не понимают, что это такое. А суметь донести собственной жизни, собственными примерами, проповедью важности принятия Иисуса и Шоу Мессии. И стать этим служителем Духа Причителя. Провести человека через молитву. Суметь это. Позиция пастора. Они здесь пишут, что пастором может быть любой человек, который заботится о людях. И это у каждого может быть. Я с ними согласен, что пасторские данные у каждого из нас есть. Только у одних это получается почему-то лучше, а других хуже. Правильно? Попечение о пасторе, которое несет на себе пастор, оно очень важное. Очень важная работа. Фактически в этом должны участвовать все старейшины служители общины. В пример, если вы евангелизируете человека, то есть боговествуете, да, вашего соседа, соседку, маму с папой и так далее, и он принял Ишуа Мессии, автоматически вы перестаете быть евангелистом. Но в этот момент уже нужно быть пастором, помочь человеку в первых шагах с Мессией Ишуа. Не просто душепопечительство теперь, а включается еще и служение пастора, забота, звонки может быть, где-то помочь. Это служение пасторства. Служитель домашних групп это тоже пастора. И мы должны научить людей молиться за больных. Хотя в Новом Завете написано, что если кто болен из вас, пусть призовут пасторов, и они помажут елеев, и если согрешил, поведаются, и они получат исцеление. Очень понятно, что пусть призовут пасторов, пасторов. Но также есть момент, что каждый человек может стать этим пастором в действительности. Но вопрос один может, кого Бог избрал как служителя старшего пастора, может дальше вести всю общину, помочь людям разобраться в этих вопросах. И не все пастора, не все пророки, не все учителя, но дары пасторства у каждого нас есть. Что мы можем им быть, и будем развивать. пастор, да. Да. Я понял, что у сестер не может быть мужского сердца. Да. Мы по-разному понимаем сердце отца. Мы по-разному понимаем сердце отца. если вы вспомните, да, еще говорит, кто из вас имеет детей, да, непослушных, так далее, как отец, да, когда дети просят у вас яйцо, дадут ему что, змею. Да, он говорит, вот где отца. Вот услышите это, вот сердце отца заключается в том, чтобы делать добро людям. Вот это сердце отца. Я смог объяснить, что это такое? или нет? Из Писания, просто из Писания говорит, что так же само и просящего у Бога Дух Святого получит, потому что отец благословен, он на доброе дело. Дети манипулируют? Конечно, если имеется будущий ты злой даже, если ты злой отец, у нас сердце должно быть доятеля или располагать правильные вещи. Я думаю, что это нормально. Петр пишет 1 Петра 5.1.3 Пастырей ваших, умоляю я, пастырь и свидетель страданий Машиха, и соучастник в славе, которая должна открыться, посите Божье стадо, как у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно. Не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Ну, а если будут туда все пастора, друг другу будет, не будет стада, да. Но здесь, они же говорят, что каждый может быть пастором, да, действительности пастора. Итак, внимайте, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пости Божью общину, которую он приобрел себе кровью своей. Слово «блюстить» — это сохранить и, ну, с правилами. Аминь? Учителя. Кто такие учителя? Да, которые постоянно ноют, ноют, ноют. Неправильно встал, неправильно сел, неправильно сделал. Учителя. Не у каждого дар есть. Должны люди уметь научить людей. Итак, мы должны научить народы или людей. Это Матфея 28, 19. Идите, научите все народы. Функция, вроде бы, для всех. Да? Но самое главное, чтобы мы могли научить людей, как дальше поступать. Мы должны учить. Не имеется в виду, как бы так, назойливо, что ты там делаешь. Одно из порочеств в Писании о Мессии, что говорит Мессия, и перестанут, или не будут говорить брат брату, учить его, да? Пойди, познай Бога, что интересно, да? Но они будут знать его. Когда люди знают Бога, они не учат, они не доедают, они увещевают. Но когда люди не знают Бога, то нужно научить их. Научить всему то, что нужно соблюдать. Что нужно соблюдать? Покаяться, в своих делах, креститься, да? Примите дар Святого Духа. А ну, пожалуйста, откройте ему основное «Деяние апостолов», 19 глава. «И пришел в синагогу он, небоязливо проповедовал три месяца». Восьмой. «Беседа и удостоверяя о Царстве Божьем». Но как некоторые ожесточились и не верили в злословие «Путь Господень» перед народом, то он оставил их, отделил учеников, ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Что интересно, я когда-то читал вот здесь, да, вот. Они говорят, что Павел приходил в синагоги, его не принимали, и он уходил в это училище, учил людей просто так, спокойно. Этот тиран, наверное, это был какой-то нееврей и так далее. Но училище тирана, это была спортивная школа. Которая возле синагоги была. Где хотели евреи стать спортсменами. Это я говорю. Но они как бы присылаются на то, что именно от уидейства уходили. Павел уходил от уидейства. На самом деле, что можно было три месяца делать синагоги? Иудейскую, и пошел тоже к еврею. Потом отделил учеников. Не евреев, наверное, нашел всех. В синагоге. Но понимаете, да, полный абсурд. Я хочу вам зачитать. Здесь еще. Когда, вот, затем Павел спрашивает, почему, став свободными и познав Бога, они опять возвращаются к немощным и бедным вещателям-начальникам. Почему, хотя снова поработать себя им, то есть, как бы, галатам. Галаты не собирались вновь вытирать пыль со своих старых богов, Зевса, Ареса и многих других. Они поработились, придя в иудейские традиции, соблюдая их праздники и особые дни, переключившись на кошерную пищу и совершение обрезания. По сути, как бы, вопрос, он, может быть, и так и и звучит, что, да, в действительности, какие-то переборы были. Но дальше. Но, как пишет Павел, в конце концов, и Мессия, вы, может, скажете, в конце концов, «А неужели стремление соединить немножко иудаизма с сферой Христа такой же грех, как поклонение звездам?» Вот этот парень пишет. «Неужели немножко еврейства и христианства, ну, и Христа вместе соединить, будет какая-то проблема? Да будет такой же грех, как поклонение звездам?» В конце концов, и Христос, и закон, оба из одной книги. Но, как пишет Павел, «И языческая и иудейская система, любая человеческая система, относится к вещественным началам. Иудейская традиция, смешанная с Христом, поработит вас так же быстро, как какой-нибудь Зевс». Кто из вас стал рабом каким-то? Законник. Кто из вас стал законником? Скажите, пожалуйста. Хоть чуть-чуть, если смешать чуть-чуть иудаизм с Христом, будет ли это грех? И вот он здесь пишет, это будет грех. Любая система будет греховная. Кто из вас стал рабом? Скажите, пожалуйста. Я верю, что некоторые учения, которые существуют о домашних группах, группах, которые отделяются от церкви, говорят, что церковь – это какое-то исчадие ада, управление деспотами, указывать, что делать, что не делать, и дают развиваться домашним группам, управляют, указывают. То есть уничтожают дух Божий. И только настоящий дух Божий действует в маленьких группах и так далее, и так далее. Я думаю, что они глубоко ошибаются, потому что все-таки они ищут своего. Не реализовав себя в церкви, они ищут своего. И зачастую вот эта книга написана человеком, который в Латинской Америке, где католицизм имеет очень сильную власть. Он пишет как бы о церкви, но забывает, что это может повлиять на весь мир. И переведено оно на русский язык. У нас, конечно, тоже может быть там власть в церкви православная есть и другие, но разрушаются больше всего обыкновенные протестантские церкви, которые люди где-то может быть под последствием греха, где-то под последствием еще каких-то вещей, они ослаблены. Где-то может действительно пастырь где-то перегнул палку, где-то сказал, не разрешаю вам действовать пока и все. Я был на таких служениях, где людям, которые порочествовали, и они точно было порочество, на некоторое время пастырь сказал, слушай, я не хотел бы, чтобы ты порочествовал или порочествовала. Вы запрещаете в церкви порочествовать. Вы знаете, эти люди, понимая Божье устройство и положение Бога, ну, людей в общине, поставил пасторов, служителей, апостолов, учителей и так далее, они понимали, что Бог поставил пастора, служителем, и он знает, что нужно делать. Смиряясь, да, и через время, они перестали пророчествовать. И через время Бог сделал уникальные вещи в их жизни и в жизни всей общины. И было чудесное вещи. И пастырь говорит, теперь оно по-другому. Этот человек увидел чудеса, увидел знамения, увидел действия Святого Духа. И он говорит, я был рад, что я был послушен пастору, и потом оно произвело в моей жизни великий плод. Я также встречал людей, которые приходили к пастору и говорили ему пороческое слово, а после этого пастор говорит, я запрещаю тебе говорить это, например, людям и так далее. И они говорили, кого больше слушать, тебя или Бога? Тоже эта позиция очень сложная. Я верю, что Бог нам дал в одном теле устройство. Всякое пороческое слово должно быть испытано в первую очередь. Знаете, как раньше пророков испытывали в церквях пятидесятников? Если человек имел пороческий дар, писали тайную нужду на листочке, закрывали и говорили, будем молиться. Молились, говорят, у нас есть тайная нужда. Если ты воистину настоящий пророк, ты скажешь, что там написано. Это постановление общины, церкви, нормально. Я считаю, что каждая община имеет свои правила. Если ты претендуешь на то, что Бог с тобой работает для того, чтобы для заседания общины, церкви, для заседания, для утешения, наставления, чтобы церковь была организмом настоящим, то тебе не страшно будет дать отчет перед всей общиной. А если ты здесь чтобы манипулировать церковью или людьми, как бы стращать людей, сбивать с толку, чтобы не были послушать служителям, пасторам, то тебе не место такое общение. Вот поймите меня правильно. Я понимаю, что как пастор я говорю об этих вещах, но это нормально. Дар Святого Духа. Мы будем читать потом. Угадай, ты правильно сказал. По крайней мере, если ты стреляешь в высоту пророка, то тебе должен быть уровень доверия высокий. Пророчествующих много. Пророчества, все должны пророчествовать. Пророческий дар у всех есть. Но пророк, который имеет функцию пророка, который заявляет о том, что меня слушает, через меня говорит Господь, куда нужно направлять общину, и что же делать, этот человек должен быть испыитанным. Вы скажете, а почему в нашей общине такого нет? Потому что все боятся быть пророками. А вдруг, просто никто не доходил до меня, ко мне в офис сказал, сказать, что у меня есть пророческое слово от Господа, я пророк, и давайте будем испытывать, насколько это истина. Никто пока...